Привет! Это SB1813, или просто Саймон, и я очень долго не знал как начать делать этот уже традиционный для моего канала ролик. А все потому, что в этом 2023 году, каким бы он на первый взгляд не был саратом, зла было до ужаса много. Причем реально хорошего, интересного и вот это все. Те, кто следит за моим каналом, хотя бы с конца 2022, скорее всего, видели BES того года. И как я, вначале забавно произносил эту цифру в 47 релизов в года. Так вот, 68. Да-да, это ужас какой-то, особенно когда понимаешь, что это все начиналось с каких-то безобидных топ-9 релизов во Вконтакте. Но, увы, не могу не выделить все эти релизы, ибо есть за что. И так как в этот раз их очень много, то давайте не тянуть. Скорее всего, тыкнут на это видео, вы уже прекрасно знаете, что, да как и почему. А если нет, то в двух словах. Это мой, естественно, ультра-субъективный топ-группы исполнителей, что, по моему мнению, сделали релизы, которые стоит упомянуть как лучшие. Естественно, как и в прошлых годах, я разбил их на околово-жанровые составляющие, в которые будут входить Deadcore, Metalcore, Progressive, Alternative, Electronic, K-pop, Visual K и то, что я не смог подобрать под эти жанры. Я перечислю выдающиеся, по моему мнению, релизы этого года, выделю один как открытие для меня, и один же как релиз жанров в целом. После у нас будет новая рубрика, связанная с отдельными треками, а в самом конце ролика я покажу свой личный топ-10 релизов этого года, без жанровой составляющей, именно того, что я на протяжении многого времени слушал, и то, что не выходило у меня из плейлистов. Еще раз закрепляем, что все данное послесказанное, это мои предпочтения, и вы можете с этим не соглашаться, а также пишите сразу свои топы в комментариях. И еще, если вы не увидели кого-то в топах по жанрам, это не значит, что их нет в моем личном топе, так что обязательно досматривайте ролик до конца. Ну, а мы сразу начинаем, и первым жанром у нас традиционно... Итак, начинаем мы с Deadcore и прилегающих ему жанров, и здесь довольно много жирной вкусности в виде... Открытием года для меня стал альбом Большого Шоколада, что сильно активизировался и выдал несколько релизов, но именно Disugare and the God of the Brutal Machine с его внезапно танцевальными и индустриальными мотивами запомнился мне больше всего. А Deadcore-альбом года забирает, может, и не совсем Deadcore-группа... Humantis Lasbrief Fashion. Пожалуй, это самое тяжелое, темное, мрачное, зловещее и ультра-атмосферное тяжелое музло, что я слышал в этом году. Так что заслужено. Ну а мы переходим к нашим любимым металлкокам. На самом деле, в последнее время жанр металлкора, особенно современный, настолько размыт, что в дальнейший топ я даже не уверен, насколько ему соответствует. Однако, я все же решил собрать именно такие группы. Открытием во всех смыслах этого слова здесь для меня стали Анисакей и их EP Abyss Part 1, группы, которую я вообще не котировал ранее, и как это произошло с Badomance в том году, нехило перабулся, ибо EP вышла просто крышесносная. Ну а лучший альбом в современной металлкоке, вы и сами знаете какой. Sleep Token, Take Me Back to Eden. Потому что так должна звучать тяжелая музыка в 2023 году. И при том, что я небольшой их фанат, но честно скажу, этот альбом заслуженно берет первые места у многих. На очереди прогрессивный прок. Тут все довольно просто, как и в предыдущих годах. Вот эти уже знакомые всем ребята выдали бы шикарнейший альбом, если бы не такое унылое его начало в виде первых двух треков. Всем советую начинать слушать его с третьего. Вот там, с самых сок и до самого конца. А лучший релиз забирают уже второй год подряд самый сексуальный мужчина в металле. Unprocessed and everything in between. Тоже знал, что Manuco сделает еще один пушечный альбом сразу же после крышесносного Голдена. Однако он не уступает ему ни в интересности, ни в качестве и в других аспектах. Опять аплодирую стоя. Все еще тот самый прок, который советую послушать всем и каждому. Ну что, альтернативный металл или все остальное, что не суровый блэк? Да, в этом году будет немного блэка, но позже. Здесь я уже честно собрал все от нью металла до по чипа прока, тем не менее. Dope. Blood Money Part Zero. Rise of the North Star. Showdown. Enter Shikari. A Kiss for the Whole World. Paramore. This is why. Umf. Richter and Hanker. Wargasm. Venom. Большим и интересным открытием для меня стала группа самого Киану Риза. Да-да, того самого. И их альбома. Dog Star. Something Between. The Power Lines and Palem Flares. Казалось бы, это просто довольно приятный поп-инди-рок, но понимая весь контекст, это супер забавно. Ну и мужик реально любит музыку, а не хайпится на имени. К тому же еще и басист. За это лично от меня, как говорится, уважение. Жму руку. Ну а ворвался и порвал всех в клочья в этом году. Ким Дракула. A Gradual Disline in Moral. Да, я добавил его сюда, ибо вообще без понятия, куда можно отнести по жанру этот альбом. И мне очень импонирует, что какой-то полурэп-полу-тиктокер внезапно показал, как нужно делать по-настоящему мощное и громкое музло, не загоняя себя в какие-либо рамки. Свежо и по-современному. Что еще сказать? Следующими у нас на очереди не металлы и не роки. Под этим всем я имел в виду. 32nd to Mars. It's the end of the world, but it's a beautiful day. Teller the Creator. Tell me if you get lost songs estate sale. Slow Tile. Ugly. Process. Good night. God bless. I love you. Delete. Skrillex и его аж два альбома. Quest for Fire. Don't get to lose. Открытием для меня стал соло-проект внезапно гитариста Corn Monkey. Венера, который также и называется. Который наделал суперстранного, своеобразного электронно-ноизового дарк-эмбиента. Однако звучало это суперинтересно. А лучший альбом у нас забирает... Поппи Зик. Никогда не любил данную личность. Однако именно этот неметально-роковый альбом реально сильно понравился мне. И именно в первую очередь, потому что тут не было металла и рока. Ну что, вы дождались? Переходим к нашему любимому балдежу. В этот раз в кей-попе довольно много релизов, ибо в этом году я расслушивал его получше. Dreamcatcher. Violence. Aespa. Drama. IT's. The World Outlaw. Idol. I Feel. T-Min. T-Min. T-Yon. To X. И да простит меня моя любимая женщина, но в этот раз не так круто, как я ожидал. Зато супер-крутым открытием для меня стал Чингук. Golden. И хоть альбом не на корейском, я все равно решил отнести его к кей-попу, ибо Чингук же. Да и это супер вкусно. Ну а лучший лично для меня в этом году... Stray Kids. Five Star. Бэнгер на бэнгере. Громкий, мощный, взрывной альбом. Никогда бы не подумал, что буду в таком экстазе от кей-поп ребят, которых никогда особо и не слушал. В общем, очень стильно. Я прям закальфовал. А мы переходим к самому сладкому кусочку этого ролика. Хотя в этом году у Викея лично для меня были странности в релизах, поэтому смотрите, что тут у нас. The Madden. Electrip. Petit Brabansson. Automata. Chakla. Kai Gabashen. Zigzaghi. И я не смогу выговорить правильное название этого альбома. Сорян. Materno Opera. Evil. Lynch. Reborn. Супер вкусным открытием для меня стали уже знакомые, но никогда настолько круто не звучащие фукуру майнорити. Yoshats. Yoko в этот раз превзошли все ожидания по Валдежам. А главным альбомомом среди Викея становится для многих, может, уже давно и не Викея-команда. Бактик и Зоро. За год я таки раз слушал этот и другие альбомы Бактиков, влюбился в них и отдельно в голос от Суши Сакурая. К сожалению, слишком поздно. Великолепный, чудесный, очень интересно звучащий, но в то же время теперь достаточно грустный релиз года. С жанрами покончено. Я хочу добавить от себя еще несколько релизов, что в них не попали. Здесь будут. Morag, Insomnia. Mirker, Spine. Isiliel. Monbo Genesis. Threat It and X. Ну а отдельно, хотел бы выделить группу, которая мне так же не особо нравилась по отдельным трекам, однако задала нефиговую планку в виде довольно мощного трушного металла. Orbit Culture. Deathsend. Ну что, поздравляю, вы вытерпели мою душню по жанровой составляющей, и дабы не душить вас сразу топом 10, для начала давайте немного пофанимся. Далее я представлю несколько победителей в неоднозначных номинациях, например, таких как... Липгода, который забирает... Аэспа Better Things. Да, это просто вкусненький герл-бэнд кей-поп, но почему-то я получил настолько приятные эмоции после его просмотра, что не получал от других клипов в этом году. Поэтому да. Открытие года, которое должно было стать лучшим в прошлом году. Money Skin Rush. Are you coming? Да, я просто пропустил этот релиз в 22-м году, и слава Одину не пропустила его переиздание в этом, ибо это, ребята, пушечка. Breakdown года. Джилюка, Веном. Думаю, тут все единогласны, круче этого мы буквально ничего не слышали. Кеки года. И это не кринж, но в то же время это смешно. Тут у меня аж два релиза. Лида, DuckTales 3, который на самом деле довольно часто переслушивал. Да, такая странная сторона у меня есть. Валдвейс «Симптомы» самый смешной альбом года по всем показателям. Он реально хорош, однако веселее было даже не слушать его, а читать горение пердаков старых фанатов Валдвейс. Это просто великолепно. А вот теперь наши любимые кринжули. А вот каст, культ, с их офигительными желтыми машинками и розовыми текстами. Solaris, или как мы любим называть, Solaris, Мертеней и Ганс. Если ты вдруг это посмотришь, занимайся, пожалуйста, Ютубом. У тебя это намного лучше получается. Ну а главный кринжули-то у нас. The Last Rockstars. Но тут уже даже не знаю, все настолько плохо, что даже хорошо. И еще на таком ультрапафосе. Идеально. И да, Мьяви, моргни дважды, если тебя держат против своей воли. А, ну и да, трек года. Fallen Reverse. Watch the Burn World. Ну, думаю, не стоит что-либо объяснять. Радки буквально поимел весь мир в этом году. Что ж, повеселились. А теперь, наконец-то, долгожданный, а может и не очень, но топ-10 самых лучших релизов 2023 года по версии меня. SB 1813. И сразу поехали. God Orange. The Above. Долгожданный альбом не хэдэби-даун хардкорщиков, что стали играть более не металлические истории, перемешивая все это с жесткими вайбами нулевых в лучших их традициях. Честно говоря, не понял, почему многим так не зашел этот альбом, ведь он получился именно таким, каким вроде как его и ждали. Ну уж я точно. Плюс с этим альбомом у меня даже кое-что связано, что именно я вам пока не скажу. А так, шикарнейшая работа. А мы продолжаем металлировать. Перифери. Джент из нота Дженнер. Да когда вы уже запомните, что джент это не жанр, а Миша и Ко уже чуть ли не в лицо нам это все подают. И подают это в виде самого крутого металл-релиза года. Ну реально, круче звука, круче гитар, круче баса, круче ударок и свидосы, естественно, я пока в металле еще ни у кого не слышу. Ну а ко всему этому добавляем интересные необычные ходы, мелодии и реально интересный прок. Написано под впечатлением от видеоигр. Так-то идеально. Ну а мы еще немного пометаллируем. Не ожидали такого вброса. Но на самом деле это единственная российская группа, что я с превеликим удовольствием слушаю на протяжении всего года. Реально, это слишком хорошо, хоть и похоже на западных коллег по цеху, но сделанных в наших реалиях очень свежо и вкусно. Ну и плюс ко всему, мне очень нравится внешняя составляющая парней, особенно вокалистов. Модники, но в хорошем понимании этого слова. И самая крутая российская группа на данный момент лично для меня. Ну а теперь отойдем от рывочных металлов, однако не менее мощных. Уцупи. Хэппи Уиллс. Когда мой знакомый сказал, что это релиз года, я сначала посмеялся, а потом решил послушать и вау. Не, я всегда знал, что Уцепи Крутейна настолько крутого музла с вокалоидами сделать, это надо уметь так уметь. Реально, я даже подумывал выдвинуть этот альбом на топ-1 года, если бы там не было тех, кто там окажется. Уж слишком мне понравился этот затянувшийся эксперимент. Вкуснейший. Ну а вот теперь давайте реально отойдем от метулов на минутку. Ви, Лэйавер. Че, думали я уже забыл про того, кто подарил мне первый косарь на канале? А если честно, это хоть и небольшой релиз одного из участников BTS поразил меня настолько сильно, что я решил выделить его отдельно. Буквально все треки от начала до конца 10 из 10. И я даже не считаю таким попом как таковым, а как просто ультра-чудесным узлом. Ви – красава во всех смыслах. И от молодого Ви мы переходим к более взрослому Ви. Велевало. Нео Нуар. Мой самый любимый вокалист Эвер, а еще по совместительству главный айдол всей моей жизни. Мистер Велевало и его сольник Эд просто забейте. Но это буквально как хим, только не хим. И это прекрасно. Не знаю даже, что еще сказать. Батя наделал лав металла, а мы и рады. Ну и давайте от Бати к деду. Филь Линдеман. Зунги. А дед-то непростой. Дед-то прогрессивный. Честно, я вообще не ожидал, что Тиль попадет в мой топ, ибо думал, что он опять наделает какого-то музла для крипов. Однако, прослушав этот альбом, я переслушал его еще, а потом еще, а потом слушал на протяжении недели подряд, не слушая больше ничего. Казалось бы, что Тиль Линдеман из «Гребанных рамштайн» сделал самый качественный современный альбом года? Ну, получается как-то так. Мои поздравления. Переходим к последней троице. И тут у нас... Суки Кио, Эрозио. Ну, а вы что, реально думали, что тут не будет нашего любимого вижуалкея? Хотя, признаться, Суки Кио даже для викея странная, но настолько эта странность у них шикарная. В плане музыкальности это самый крутой альбом года. Тут вам и прогрессивы, и ментулы, и нью вейвы, и постпанки, и все, что захотите. В обертке великолепных музыкантов и главного собирателя первых мест по имени Кё. Ну, а что? В том году Диры и Бробансоны. В этом Суки Кио и Бробансоны. Мужик делает дела. Ультравкусный альбом. Приближаемся к полуфиналу. Так уж получилось, что в этом году два посмертных альбома у Бактик и Депешей. И оба эти альбома становятся лучшими. Мементомори — мрачный, атмосферный, очень милыхаличный альбом Депешей. Совершенно не похожий на их старые, да и последние творения. Может быть, потому что без Энди, а может быть, просто потому что они гении. На самом деле, если бы не следующая группа, я бы сказал, что это альбом года. Я с удовольствием слушал его на протяжении очень долгого времени и собираюсь делать это далее. Такое музло сейчас очень по мне. Ну, а мы приблизились к первому месту, хотя я не расставлял группы по местам. Но этот релиз я выделю, ибо он отдельно от всех появился моей жизнью. Хиллс Ред Ворс Помните, как я люблю киберпанк и зачастую ухожу туда, чтобы забыться от реального мира, раствориться в атмосфере и буквально прожить там какое-то время? Так вот, этот релиз — то же самое, только в музле. Начав слушать его, я понял, что вот она, та самая музыка, что я искал после последнего релиза The Black Queen. Та самая музыка, которая с головы до ног обволакивает тебя и уносит в параллельную вселенную, где ты хочешь быть. Ну и чтобы вы понимали чуть более ясно, именно такое музло, как у Хиллсов в этом альбоме, это то, что я хочу слышать сейчас больше всего. Не металлы, не вики, не кей-попы, а вот именно такую странную, меланхоличную, индустриальную и максимально приятную электронщину. Браво. Залетели мой топ под конец года, однако по всем фронтам и сделали мой год чуть более счастливым. Ну а у меня всё. Это было как целое путешествие по всему 2023 году в плане музла, и честно скажу, оно было суперкруто. Разные группы, разные жанры, столько всего вкусного, интересного, и я понял, что на самом деле я как будто бы реально превратился в некого меломана. Мне правда нравится слушать буквально всё, хотя я не слушаю всё только в позитивном ключе. Но всё же это так прекрасно, когда вокруг столько чудесной музыки, и она никогда не надоест. А на этом мы, скорее всего, будем заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрит этот ролик. Если вы досмотрели досюда, счастья вам и здоровья, как говорится, потому что, судя по всему, это будет один из самых больших моих роликов, но меньше не смог. Также в комментарии под роликом я добавил релизы, что не вошли в него, но также были добавлены мой список, как очень неплохие, так что можете посмотреть. Все ссылочки в описании, нравится, не нравится, сами всё знаете, обязательно пишите свои топы, или что вам понравилось, или нет из моих. Пообщаемся, обсудим. Ну а у меня всё. Великолепный музыкальный год. Надеюсь, следующий будет не хуже. И не забывайте, в конце года будет ещё один ролик, уже, естественно, поменьше, просто про итоги года лично от меня. А вот теперь точно всё, я пошёл, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok